Здравствуйте, друзья! Рад вас видеть в эту пятницу на моем канале. Спасибо, что зашли. Честно говоря, я никогда не любил слово лайфхак. Поэтому давайте будем говорить про советы и секреты. Никаких лайфхаков. И сегодня мы поговорим про кисточки. Сначала один секрет. Как определить, вы работаете с натуральной кисточкой или синтетической? Ну, попробуйте догадаться. Варианты ответов. На самом деле все проще. Только никому не говорите. Подумайте, что такое любой синтетический волос. Это просто ровная длинная труба. А теперь подумайте, что такое натуральный волос. Любой. Пони, белка, лошадь, все что угодно. Это набор чешуек. А знаете, что это значит? Смотрите внимательно. По любой синтетической кисточке вы можете привести пальцами в любом направлении. Вы можете двигать их и вперед, и назад. И с кисточкой ничего не будет происходить. А вот с натуральной кисточкой так не получится. Вы немедленно соберете волосы в гармошку. Вы видите? Пальцы не могут также скользить в обратном направлении. И это касается не только плоских кистей. С круглыми кисточками произойдет то же самое. Пальцы могут двигаться в любом направлении, не повреждая кисточку. А вот натуральный волос немедленно соберется в гармошку. Простой секрет, но очень действенный. Теперь вы можете удивлять друзей. Взять кисточку и в одну секунду сказать, оу, у тебя синтетика. А теперь маленький совет по поводу того, как хранить кисти. Все мы знаем, что если после использования кисточки вы оставите в таком вертикальном положении, со временем вся грязь, вся вода будет двигаться вниз, и ваша кисточка просто начнет умирать. Это ужасно. Лучше всего хранить его в таком положении. Это чрезвычайно просто. И приделайте к своим кисточкам вот такую штучку. И кисточку очень удобно вешать и сушить. По-моему, это гениально. Только не пытайтесь просверливать дырочки в ваших кистях. Иногда речь идет про очень качественное дерево с хорошей полировкой. Что же делать в этом случае? Ну, для начала следует понять, что достаточно держать кисть горизонтально. Ее можно просто положить на стол. Правда, на столе она начнет кататься туда-сюда. Поэтому, например, я пользуюсь вот такой подставкой. Это очень простая дешевая пластиковая подставка Made in China. Она хороша тем, что на нее можно положить любые кисточки практически любого размера и любого типа. И все они будут аккуратно лежать и храниться прямо перед вами на столе. К тому же, это похоже на подставку для японских мячей Катана. И выглядит очень красиво. Поэтому, если вы любите выпиливать лобзиком, вы можете сделать такую вещь самостоятельно. Потому что, на самом деле, это просто два таких кусочка фанеры, например, которые соединены просто двумя трубочками. Простая конструкция. Но у меня есть и более изящное решение. Все знают вот такие вот крокодильчики. Просто зажим для бумаги. Замечательная вещь. На своем альберте я иногда их использую и для зажимания бумаги, и как держать ее для кистей. Вот, посмотрите. Как видите, нет ничего проще, чем взять кисточку и просто вставить ее в клипсу. И она будет держаться. Очень удобно. Ну, а теперь представьте себе, что ваша клипса закреплена на какой-нибудь доске в вертикальном положении. Тогда кисточка начнет храниться вот так. Поэтому иногда я использую любые планшеты, которые есть, где можно поставить несколько кисточек таким образом в ряд. Очень простое и удобное решение. Ну и, наконец, последний совет для тех, кто любит передачи очень умелой ручки. Вот такая детская игрушка. А поставленная на ваш стол вот в таком вот виде, она превращается в шикарную держалку для кисточек любого размера. Вот так просто и симпатично. Ну, а когда ваши кисточки высохли, вы можете их взять и опять поставить в стакан. А теперь то, чего ни в коем случае с кистями делать нельзя. Нельзя одевать обратно пластиковый колпачок после того, как вы этой кисточкой воспользовались. По той же самой причине кисть должна дышать. И мой личный совет. Никогда не моете кисточки ничем, кроме воды. Поверьте мне, для акварели, пигментов и кисточки нужна только вода. Большое спасибо. Если у вас есть любые вопросы, весь мой опыт к вашим услугам. И я увижу вас, надеюсь, в следующую пятницу. А если вам понравилось, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Счастливо!